Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Павел Иванов. Спасибо вам за ваши комментарии, отзывы, особенно под вчерашним стримом. Особенно то, что вы пишете про мою кофту с енотом, нас с женой, и это очень веселит. Некоторым вообще показалось то, что, причем ни одному человеку показалось, что это настоящий енот, который сидит у меня на коленях. Нет, у нас из домашних животных сейчас только корица. Значит, то, что всех вас беспокоит, и я вам искренне за это благодарен, это завтрашний мой визит в МВД. Насчет административного дела, которое возбудили, у меня было два варианта. Я консультировался с рядом юристов, и были в этом деле определенные подводные камни. Вроде как вызывают для административного дела, а по ходу пьесы могут что-то докинуть. Внезапно дело может стать уголовным, и я вообще оттуда могу не выйти. В итоге было решено, что я пойду туда с адвокатом или вообще не пойду. Сейчас, благодаря помощи моих друзей, мне все-таки подыскали адвоката. С этим делом помогут, рекомендуют даже в суде побиться, добиваться, чтобы никаких штрафов не было, даже не из финансовых соображений, а из соображений того, что если будет повторное нарушение по этим же темам, по таким же подобным аналогичным причинам, то уже будут не административное дело впаивать, а если административное, то по максимальному штрафу, а уже на третий раз могут уголовное открыть, как злостный нарушитель регулярно делает что-то не так, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому я, конечно, у всех своих знакомых просил помощи. Самым, так скажем, расторопным оказался Александр с канала Главтема Народ. Кто еще на него не подписан, подписывайтесь. Он, правда, сердечный человек. Он, в свою очередь, к своим друзьям обратился, и вот Алексей Лапушкин из партии дела мне помог с адвокатом. Завтра я вас оповещу, что и как я туда сходил, что дальше и так далее. Теперь хочу поговорить о дальнейших планах. Дальнейших планах не моих, а оппозиции в целом. Я сейчас хочу сделать специально видео насчет голосований по поправкам в Конституцию и в целом требований к властям, которые мы сейчас будем выдвигать единым фронтом. Я надеюсь, мы выступим и пойдем. Я уже знаю, что и Платошкин, и Навальный, и Удальцов, много есть сил у нас в стране оппозиционных. Кто уже призывал и призывает идти голосовать против поправок, не бойкотировать и уж тем более не голосовать за именно... Прийти и сказать нет, обнулению сроков Путина, нет еще 18 годам его нахождения у власти. Есть люди, кто призывает распустить Госдуму по недоверию, распустить правительство и отставки президента. Много довольно людей к этому призывают. Я хочу сделать ролик, где просто будут вырезки из выступлений этих политиков, где они четко высказывают в этом ключе свои требования, предложения, готовят людей к законным митингам сразу по снятию самоизоляции. Друзья, пожалуйста, если кто-то недавно смотрел или знает, где найти, долго очень подбирать всю эту информацию в комментариях, оставьте ссылки. Вот Навальный говорил об этом, прийти там голосовать, и вот ссылочку. Платошкин говорил об этом, вот ссылочку. Все, кого вы знаете, вот Валерий Соловей, я сегодня смотрел с ним видео, одно из последних. Он к тому же самому призывает, у него тоже хорошие материалы. Вот пришлите, пожалуйста, напишите мне, помогите подобрать материал, потому что это чисто технически очень долго будет именно пересмотреть много видео, перелопатить. А уже собрать из них готовый ролик, это не так сложно. И как раз сегодня Николай Платошкин записал, выложил интересное обращение, открытое письмо к Геннадию Зюганову. Он там высказывает ряд очень четких требований и аргументацию, почему именно так нужно поступить. Он фактически требует от Зюганова, и я к нему полностью присоединяюсь, что, мол, Геннадий Андреевич, мы катимся в пропасть. У вас под началом крупнейшая оппозиционная партия КПРФ. Пожалуйста, хватит сидеть, отсиживаться, отмалчиваться. Давайте-ка мы сейчас четко призовем людей на митинги. Вы в Государственной Думе должны немедленно созвать группу для расследования адекватности и эффективности действий правительства во время этого коронавирусного кризиса. Это было бы очень интересно, об этом я не думал. У меня как-то нет привычки что-то конструктивного ждать от нашей Госдумы у Николая Николаевича с Геннадием Андреевичем. Знакомство более плотное, может быть, что и получится. Ну и, естественно, митинги за отставку Путина, за отставку правительства, за перевыборы в Госдуму против голосования в Конституцию. И, знаете, я вот постарался посмотреть на это обращение с разных позиций. Конечно, КПРФовцы, они сами по себе привыкли, что называется, вариться в собственном соку. И часто у них есть такой момент, что типа критики вообще не должно быть. Если у нас какие-то в партии есть проблемы, то мы этот ссор из избы не выносим. Мы между собой как-то общаемся, разбираемся, как бы втихаря все эти вопросы решать. И я думаю, что они сейчас очень агрессивно ответят на обращение Платошкина, типа да кто ты такой, к нашему Геннадию Андреевичу, от КПРФ что-то требуешь, да ты вообще раскол вносишь и все остальное далее по списку. Я представил себе, что подумает человек, кто вообще политикой мало интересуется. Я думаю, что для адекватных людей это выглядит именно как попытка сдвинуть ситуацию с мертвой точки, потому что мы уже долго буксуем, мы ждем каких-то перемен. Я помню еще когда в 2018 году был переизбран Путин, многие его сторонники еще до пенсионной реформы, вы помните, это была совсем другая реальность, многие сторонники думали, ну ладно, сейчас Путин там переизбрался, начнется левый поворот. И тут он объявляет, а наш премьер-министр будет Медведев. Опять. Это был первый звоночек, что, ребят, перемен не будет. Потом пенсионная реформа. Сейчас это коронавирусная история и кризис начинается. Левого поворота все не наступает. Пора уже что-то переходить к более активным действиям и КПРФ. Она должна сейчас четко принять решение. Так стоит вопрос. Либо она с Кремлем и является негласной поддержкой Путина, либо она с народом и требует перемен. Для начала просто потребовать, просто четко озвучить свою позицию. И уже используя ту самую партийную дисциплину, потребовать, чтобы все члены КПРФ точно так же вышли на митинги, потребовали отставки Путина, потребовали отставки Госдумы, правительства, создать комиссию по расследованию действий правительства. Вот это было бы начало серьезных действий, начало серьезной борьбы. Посмотрим, что ответит КПРФ. Друзья, заранее благодарю вас за ссылки, которые вы оставляете под видео. Я уверен, что вы мне поможете. Большое вам спасибо, Юля. Да, некоторые написали, что Юля слишком молодая, не может быть моей женой. У нас уже 5 лет совместной жизни, мы женаты уже 5 лет. И я вам рассказывал то, что мы заботимся о своем здоровье, у нас есть некоторые заболевания, но мы стараемся правильно питаться, следим за собой. Юля проходит специальное обучение по этой всей тематике. Так вот, ее молодость, она связана именно с тем, что здоровый образ жизни, а не то, что ей мало лет. На этом все. Спасибо, до новых встреч, пока!